Говорить об актуальности проблемы нехватки специалистов в области детской ортопедии значит ничего не сказать. В больницах Жамбулской области детских ортопедов попросту нет. За консультацией осмотром селяне вынуждены ехать в город. По словам специалистов, на это есть свои причины. Единственный ортопедический центр в нашей области находится в областной детской больнице. Число пациентов к специалисту-ортопеду неуклонно растет, когда как травматологов и ортопедов в городе катастрофически не хватает. Это и подтверждают врачи. По их словам, все чаще молодые специалисты сегодня меняют специализацию, переходя к практике лечения взрослых. В течение часа такие специалисты вынуждены принять около 30-40 пациентов, что существенно снижает качество оказываемой медицинской помощи. Ортопеды, травматологи, которые у нас работают, каждый из них праве оказать услуги и в других поликлиниках города. Особенно часто к таким специалистам обращаются после получения травм. 5-10 минут на человека недостаточно, чтобы оказать полноценную медпомощь. В норме необходимо не менее 30 минут. Искривление позвоночника, плоскостопия, искривление тазобедренной кости – это довольно часто встречающийся диагноз среди подростков сегодня. Если своевременно не лечить таких пациентов, то вероятность осложнений вырастает в разы. Несмотря на расстояние и другие неудобства, родители и дети приходят сюда в надежде получить консультацию и лечение врача. Мы состоим на учёте в 5-й поликлинике. Временно здесь нет специалиста-ортопеда, поэтому приехали сюда. Второй раз, между прочим, вынуждены сюда приезжать. Мы приехали из Шуцкого района. За консультацией к ортопеду для 7-месячного ребёнка. В районе у нас нет такого специалиста. Пришлось ехать так далеко. Однако мнения специалистов в этом вопросе разошлись. Одни считают, что наличие детских ортопедов в районах и городских больницах необязательным. Другие заверяют об очевидной нехватке таковых. Малик Аскандер, Адиль Семаликов, 7-7 Ньюс.